В телеграм-канале городской администрации Вести с Дворянской напоминают, что продолжается голосование за обеспечение высокоскоростным мобильным интернетом населенных пунктов в 2024 году. Принять участие можно двумя способами, проголосовав на госуслугах и по почте, отправив письмо на адрес Минцифры России. В нем необходимо указать имя, адрес регистрации и населенный пункт, а также куда нужно провести интернет. Письмо могут подписать сразу несколько человек. Онлайн-голосование продлится до 13 августа. По почте письма будут принимать до 10 сентября. Социальные координаторы филиала Фонда защитники Отечества по Самарской области всегда готовы прийти на помощь, сообщает телеграм-канале промышленного района. О том, как работает служба социальных координаторов и какие направления помощи существуют, рассказывают в карточках на страницах телеграм-канала. До 20 сентября этого года продолжается сбор заявок на конкурс среди людей с ограниченными возможностями здоровья, достигших 18-летнего возраста, на получение премии главы города «Мир равных возможностей», говорится в телеграм-канале Департамента опеки. Премия вручается в номинациях «Общественная деятельность», «Литература и искусство, образование и наука», «Предпринимательская, производственная и научно-рационализаторская деятельность», а также «Техническое и народное творчество, физическая культура и спорт». Телефон для справок 332 11 03. А в Ленинском районе Самары продолжаются съемки фильма. Сегодня съемочная группа работала на Галаксионовской, сообщила в своем телеграм-канале глава Ленинского внутригородского района Елена Бондаренко. Она же встретилась с одним из артистов будущей картины, очень добрым, умным и скромным попугаем по имени Яга. Все секреты новой комедии пока не раскрываются. Зрители с нетерпением ждут премьеры.